Судя значимость принятого 25 января указа президента о мерах по коренному совершенствованию системы общего среднего, среднего специального и профессионального образования, объединили в обсуждениях экспертов и специалистов этого звена образователя системы. С их планами по практической реализации документа ознакомилась Надира Закирова. Проведенный анализ результатов развития общего среднего, среднего специального, профессионального образования показал существующие пробелы. То есть, по сути, состояние данной системы не отвечает всем необходимым требованиям, в связи с чем был принят указ главы государства, который определил новый курс коренного реформирования. Одним из первых нововведений это переход на 11-летнее обязательно общее среднее образование, начиная именно с этого учебного года. Это и другие направления указа в деталях обсуждались на пресс-конференции. Представители масс-медиа интересовало все связанное с реформированием системы образования. С внедрением новой системы общего среднего образования для 10-11 классов были заново разработаны и внесены изменения в учебные планы по 12 предметам. На их основе были изданы и доставлены учебники в 18 наименованиях на 7 языках в общем количестве 9 миллионов 53 тысячи 46 экземпляров. О том, как в этом направлении проведена работа, рассказал министр народного образования. Да, в этом году мы опоздали, это мы не скрываем, потому что нам надо было допечатать учебников 10 класса. В связи с этим мы в 4, 6, 7 классе график печатывания учебников отложили на поздный срок. Мы 10 класс в сентябре-октябре закончили, потом уже с октября-ноября мы продолжали обеспечением учебников 6-7 класса. До нового года мы все эти процессы завершили. В целях реализации поставленных задач в программном документе «Стратегия действий» министерством была разработана дорожная карта, ориентированная на проведение мероприятий по повышению качества обучения и воспитания. Согласно ей и посредствам изучения зарубежного опыта, а также внедрении инновационных методов обучения для 11 классов, будут изданы учебники в 20 наименованиях в количестве 9 миллионов 700 тысяч экземпляров. На сегодня уже подготовлены макеты этих пособий. Говорили также и о других новшествах. К примеру, ученики 10 классов обучаются более 50 профессиям в учебно-производственных комплексах. Ребенок в 10 классе, начиная с 10 класса, получая профессию, он в 11 классе также получает основу предпринимательства. Такого предмета не было. Ведь мы не все становимся свидетелями того, что если кто-то хочет открыть свое предпринимательское дело, он начинает с ликбеза, а с чего какие документы я должен собрать, что я для этого должен организовать, какими вопросами менеджмента я должен владеть, чтобы открыть свое это. Уже начиная с среднего образования, ребенок имеет возможность, получив профессию, также получить основу предпринимательства. Теперь же выпускникам вместе с аттестатом о среднем образовании будет выдаваться диплом государственного образца о профессиональной квалификации. В центре обсуждения был и вопрос о повышении профессионального уровня преподавателей, учителей школ и профколледжей. Особое внимание уделяли и общему состоянию общеобразовательных школ, оснащению их современным оборудованием, необходимым спортивным инвентарем. Кроме того, предприняты меры, направленные на налаживание регулярной подачи тепла в зимнее время года не только в городских общеобразовательных учреждениях, но и в отдаленных местностях.